добрый день дорогие друзья сегодня я решила испечь булочки булочки конечно они сдобные но хочу предупредить сразу я решила сегодня не использовать сливочное масло а испечь эти булочки на маргарине потому что раньше раньше мы всегда маргарин использовали когда не всегда позволяли в общем средства все это на сливочном масле печь ну я и решила вспомнить вспомнить старые добрые времена на маргарине посмотрим что получится булочки эти будут сдобные конечно и я решила использовать это там испечь их с изюмом для этого вот посмотрите из общего количества значит я потом рецепт выставлю а из общего 700 граммов там всего муки я 150 граммов муки вот так отмерила в мою вот эту в миску до выливаю стакан молока это молоко у меня тепленькая вообще нужен сюда стакан молока но по рецепту вы потом увидите что я решила сделать вот так высыпаю так дальше у меня здесь отмерено 7 граммов дрожжей я сейчас высыплю прямо сюда это у меня будет опара сейчас минуточку вот так сделаю вот такую жидковатую опару и через буквально 30 минут я так думаю дрожжи у меня хорошие через 30 минут а что хороший посмотрите уже пена вон ведь и пузырьки уже поднимаются вот я сейчас вот так замешу крышечкой закрою и поставлю в теплое место для поднятия так друзья вот опара моя уже подошла время вышло я сейчас что сделаю а то мы вам покажем все я сейчас другие ингредиенты хочу вот сюда к паре добавить у меня вот здесь стакан сахара и три яйца почему три потому что они у меня яйца маленькие-маленькие я сейчас их быстренько вот так хочу взбить я недолго буду взбивать чуть-чуть хочу сразу сюда 3 столовые ложки растительного масла добавить прозрачное растительное масло и продолжу взбивать дальше хочу сразу добавить вот у меня здесь растопленный маргарин здесь 90 граммов растопленного маргарина вы помните я говорила что вместо сливочного масла этот раз я хочу использовать маргарин тоже вот сюда добавлю и все взобью кто-то может быть так не делает а я делаю так так сейчас минуточку тут еще вот чуть-чуть не растопился маргарин до конца ну ничего сейчас заставим его растопиться до конца дорогие друзья вот мы все ингредиенты взбили и я сейчас этого пару вот сюда все вылью вылью видите опара вся вон как пеной поднимается это опара ну в целях экономии надо конечно и ложку сюда чтобы все соскрести со стенок вот так а забыла вам сказать что когда я сахар с яйцами взбивала я туда соль щепотку тоже положила я всегда соль взбиваю может быть соль с сахаром ну как хозяйки не взбиваю они взбивают а я всегда так делаю всегда взбиваю думаю пускай соль тоже растворится вкуснее будет ну ничего ни разу не испортила так что я буду делать дальше дальше я у меня вот здесь вы помните я говорила 700 граммов муки я 150 граммов на опару уже израсходовала я сейчас вот это должна вот так все сюда добавить остальную часть муки добавить и замесить тесто друзья вот мука у меня вся просеяна все ингредиенты сюда добавлены вот если вы обратите внимание то у меня уже изюм подготовленный у меня изюм очень крупный мне пришлось его порезать каждую изюминку почти пополам порезал ну мелкие оставила остальные все порезала я сейчас замешу это тесто и оставлю его для подъема когда мы замесим когда ну где-то 35-40 минут это зависит от температуры в комнате я не буду сегодня духовой шкаф мой вернее электропечь доставать я попробую потому что дома сейчас жарко я попробую без электрической печки поднять это тесто оставить его для поднятия когда мы все я замешу мы опять включимся я вам покажу какой консистенции получилось у меня тесто так друзья вот я замесила уже тесто окончательно да вот такая консистенция тесто у меня получилось я думаю нормальная консистенция я сейчас вот так утрамбую его и в таком виде поставим на расстойку вы смотрите по своей температуре если у вас на кухне очень тепло значит тогда быстро тесто поднимется главное чтобы в объеме тесто увеличилось два три раза и потом мы включимся и покажем что я буду делать дальше как я буду формовать эти булочки а пока дождитесь пока и я подожду пока поднимется тесто вот запоминайте сколько у меня тесто видите вот да оно должно подняться вот хотя бы вот так все закрываю и включаемся потом так друзья тесто наше вот открываю подошло вот так подошло хорошо сейчас я что сделаю я сейчас его на стол вы его да ну это чтобы мукой не не посыпать его так масло растительное так сейчас вот так вывалю его это тесто так вот так пусть в одной перчатке вот так помешаем хорошенечко да так размешаю все теперь поделю на две части ровно на две части так одну часть мы снова туда закроем а с авто с этой частью будем работать так сейчас могу чтобы не прилипала и скалочкой вот так я это тесто раскатаю постараюсь потоньше раскатать так ну постараться нужно добиться чтобы так прямоугольной формы немножечко добиться так вот таким образом друзья вот теперь я должна что сделать я должна этот лист смазать вот так растительным маслом вот таким образом ну конец вот этот я постараюсь не смазывать пусть он будет без масла растительного так теперь нужно будет сверху посыпать сахар сахар я намеренно не говорю сколько граммов это зависит от вкуса хозяйки кто-то любит послаще кто-то любит не очень поэтому смотрите сами сколько хотите столько и на хотите послаще значит побольше насыпать так ну видно да что у меня поверхность покрыта сахаром сейчас немножечко теперь я заготовила заранее изюм я этот изюм постараюсь вот сюда вот так разместить равномерно и видите я опять вот этот конец не оставляю свободным не засыпаю ни сахаром ни маслом ни изюмом а этот конец можно конечно полностью так посыпать достаточно теперь мне нужно будет это все сложить вот так завернуть рулет таким образом аккуратненько вот так чуть-чуть растягиваем чтобы у нас булочки аккуратненькие получились постараюсь конец этот вот так придавить при в общем это залепить так ну собственно это не очень то и важно потому что все равно я буду на эту сторону эти булочки выкладывать вот таким образом то есть у меня получился длинная вот так вот такой жгут длинный колбаска теперь посмотрите что я буду делать я буду вот так нарезать таким образом и помните у меня этот край остался без сахара без масла и без изюма я его буду использовать как подошву у булочки вот таким образом вот видите я залепила вот так и теперь я сейчас это буду выкладывать вот на заготовленный мною противень вот таким образом так надо будет постараться конечно одинаковое расстояние выдерживать и нарезать тоже одинаково чтобы было у меня так и вот видите я опять залепляю низ вот так вот так чтобы вот низ вот так полностью был тестом закрыт рядышком да вот так и причем постараться нужно так чтобы между ними расстояние было обязательно почему булочки потому что будут увеличиваться вот видите я вот этот край отодвигаю и как бы подгибаю под низ вот таким образом тогда получатся булочки очень и очень красивые и так друзья я расправилась со своими булочками вот они как выглядят мне теперь нужно дать им расстойку то есть они должны опять что увеличится в объеме мы сейчас дадим время чтобы они расстоялись потом я их смажу все до единого вот этим яичномолочным яичномолочной смесью чтобы они были румяные румяные красивые красивый и так я считаю что булочки мои уже настоялись расстоялись вернее сейчас я их быстренько смажу вот чтобы они были да даже много получилось вот так и у меня уже духовка греется и поставим выпекаться некоторые эти изюмчики уже хотят выскакивать из своего места ну ничего мы их назад вот потому что тесто стало распухать и выталкивать изюм а сколько градусов у вас печка стоит она стоит где-то на 180 190 может быть вот так ну у всех печка разная вообще рекомендуют на 180 обычно 180 самая оптимальная температура но у некоторых она конечно печка это барахлит и поэтому нужно побольше поставить вот так сейчас вот вот я сейчас поставлю вот так где-то на 35-40 минут вот так печка у меня ну-ка он нагрелась печка сейчас вот так 35-40 минут да да вот я поставила уже на на 30 минут у меня вот на на 30 минут стоит побольше прибавлю вот так а температура 180 190 все ждем друзья мои булочки готовы посмотрите правда некоторые изюминки вылезли но ничего страшного вот видите они очень красивые получились я думаю еще и вкусные вот так мои булочки сейчас я резать их не буду потому что они горячие вот так накрою сейчас чтобы они у меня там остыли под скатерочка я всегда так делаю и когда будут холодные тогда мы будем кушать вот так все понравились вам мои булочки уж очень красивые конечно получились на вкус тоже думаю хорошо пока пока всем до свидания нам приятного аппетита приходите к нам на чай подписывайтесь ставьте лайки пока пока